Друзья, всем привет! Сегодня 5 апреля, воскресенье, и сегодня я хочу записать необычный формат ролика для своего канала. В связи с сложившейся ситуацией в мире хочу показать, как же живет город в режиме карантина и самоизоляции людей. Я нахожусь рядом с парком Зарядье. Дальше мой маршрут проследует к Красной площади и по ближайшим центральным улицам Москвы. И, собственно, так как я нахожусь рядом с парком Зарядье, отсюда я и начну. Покажу вам, что же сейчас происходит там. Ну, а в парке Зарядье, собственно, ничего и не происходит. Парк Зарядье изолирован, огражден весь со всех сторон. Только персонал следящий за чистотой и охрана. Ну, и ближайшая, так сказать, местность рядом с парком тоже пустует. В общем-то, я подхожу уже к Красной площади. Вот какие-то редкие люди переходят дорогу, а я двигаюсь дальше к Красной площади. Собственно, вот я и на Красной площади. Здесь что-то роют. Выглядит она сейчас вот так вот. Она пустая. Ко мне, кстати, подъехала милиция и попросила самоизолироваться. Что, собственно, я сейчас и делаю. Вот с Красной площади я дошел, наверное, до самой знаменитейшей улицы России и иностранных государств. Благодаря чемпионату миру по футболу здесь когда-то гремели интернациональные футбольные страсти. Теперь здесь, собственно, вот так вот. Тишина, даже никакого персонала обслуживающего или полицейских, никого нет. Никто даже не следит за чистотой и без того уже чистого города. Но нельзя сказать, что до чемпионата мира и после чемпионата эта улица была как-то пустой. Все-таки это центральная улица, которая ведет к Красной площади и к площади Лубянской в ту сторону. Так что здесь всегда кипела какая-то жизнь. А сейчас здесь все закрыто. А вот так сейчас выглядит выход из метро Театральная площадь Революции, где всегда очень большой поток людей. Также на площади никого нет. Город полицейский. И вдалеке тоже гуляет полицейский. А вот я нахожусь на нулевом километре. И как никогда слово нулевой километр приобретает свое значение. В районе, можно сказать, километра людей абсолютно нет. Опять-таки же только полицейские. Город полицейских. Также пустующая манежная площадь. И памятник маршала Жукова тоже самоизолировался и покинул свое привычное место. Вот я добрался до Камергерского переулка, где всегда кипелая жизнь. Здесь очень много ресторанчиков, баров, кафешек. Вот там, кстати, кто-то даже строит летнюю веранду. Но в основном здесь тихо и безлюдно. Людей также нет. А это улица Большая Дмитровка. Это закрытый барбершоп Тимати. И мне кажется, с такое время, когда даже богатые тоже плачут. Сквер Майя-Плесецкой. Также пустуют. Ходя когда-то, буквально недавно, я бы сказал, здесь кипела жизнь. Здесь уже что-то закрылось. А вот знаменитый шип-бутик Луи Виттон. Внутри он абсолютно пустой. Не то, что убрали витрины. Вот витрина. А вот внутри он абсолютно пустой. Возможно, он закрылся. Как я и говорил, сейчас такое время, когда даже богатые тоже плачут. А это площадь у метро Тверская. Выглядит она уже поживей. Поток машин. Вышло еще солнышко. Стало как-то и повеселей. Но людей все равно нету. И на этой прекрасной солнечной ноте мой репортаж центра столицы заканчивается. Хотел сказать, что во время ролика ни один полицейский ко мне не подошел. Но все-таки на Красной площади меня попросили самоизолироваться. А в других местах все было спокойно. Да, репортажи с улиц столицы я продолжил. Интересных мест много, кроме центра. Вообще интересно, как же живет город во время карантина и самоизоляции. Так что до новых встреч. С вами был Коломбо. Всем пока.